Это самый большой парк. Представляете, миллион восемьсот двадцать девять тысяч долларов. Шоу «Косаток» «Самый большой аквариум» пойдем смотреть. Вообще идея парка очень понравилась. Ребята, за границей! Это мы, заграничники! Привет! Друзья, мы сегодня все вместе приехали в Лора Парк. Это самый большой парк. Тут и животные, и рыбки, и все есть интересное. Ну что, идем смотреть? Да! Let's go! Здесь вот билеты написано, что взрослый 38 евро, ребенок 26 евро. Маленькие детки не платят ничего. Привет, друг! Милечка так тоже очень любит лежать. А бабушка говорит, мы не от обезьян произошли, не от обезьян. Ой, какая горилка! Привет, друг! Да, привет! Это пингвинчики, друзья наши! Ой, смотрите, какие хвостики ими как машут. Швиш, они живут от плюс 5 до плюс 25. А температура АД от плюс 10 до плюс 17. Но это не такие незимние, да, пингвины? Девочки, смотрите, мы сейчас идем смотреть уже зимних пингвинов, которым холод нужен. Смотри, Маюш! Представляете, смотрите, какая здесь картина большая. Откуда все животные? Это цена, что ли? Я что-то не понимаю. Вот, например, смотри, Индонезия. 20 тысяч долларов. 2 тысяч... А, они покупали, получается, здесь, да? Да, покупали. А давай посмотрим обезьян. Попугайка 7. Смотрите, а тут попугайка 420. 420 тысяч долларов этот попугайчик. Офигеть вообще! Представляете, миллион 829 тысяч долларов. Просто что-то нереально вообще цены. Давайте посмотрим, кто здесь живет. Обезьянки. Как, ну, здесь прям большие такие обезьянки. Привет, друг. Смотри, как обезьянок зовут. Иван, Марина, Клара. Тут русские обезьянки видно. Смотри, какие обезьянки. Все семьи сидят, кушают. Смотри, белый тигр. 85-167 килограмм. Представляете, размер, то есть вес их 2,1-2,7 метров. Просто нереально что-то длина. Мы пришли тут, и тут случайно на шоу попали. 15-15 начинается шоу косаток. Ой, Маюш, смотри, какая косатка огромная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, друзья, начинается представление. Машинечка, ты готова? Да. Что, девочки, это было круто. Маюш, тебя сильно облила? Майечка вообще вся мокрая. Машенька вся мокрая. Вот это киты, конечно. Вот они, они, муравьеды и капибара. Прикольно. Смотри, как бегает быстро. Смотри, Машуни, смотри, какой у нее язычок длинный. Капибара, подвинься, да я пройду. Маюш, смотри, мы прямо в лабораторию попали. Смотрите, какие красивые. Вау. Здесь целое отделение медуз. Не будут кусаться? Они кусаются. Кусаются, да. Мы пришли на следующее шоу дельфинов. Ты будешь дельфинчиков смотреть? Да, Гриб будет. Дельфинчик, пока-пока. Маюш, как тебе вообще выступление? Это топовое, да, выступление? Да, пусть как. Это вообще дельфины. Это самые умные животные вообще на планете. А мы пришли на выступление. Кого? Ура! Стресс! Вау! Вау! Вот это птички! Куда он спрятался? У нас осталось 30 минут, и мы идем в контактный зоопарк. Здесь черепашки, рыбки, и вот контактный зоопарк. Видите, Animal Embassy называется. А видишь, Маюш, здесь лаборатория есть какая-то. Здесь изучают животных. Доченька, здесь нет контактного зоопарка. Здесь, здесь эмбасси, это типа они заботятся о них. То есть здесь трогать нельзя. Это видишь, лабораторию, где они их... Вот здесь, например, да, они там лечат. Видишь, смотри, у них попугайчики вон сидят. Видишь? И это все показано у них открыто, что мы, говорит, лечим их здесь постоянно, если кто-то заболел. А видите, тетя изучает, каждый день сидит, изучает животных, помогает им, лечит их. Самый большой аквариум, пойдем смотреть? Давайте. Ой-ой-ой, смотрите, как здесь красиво. Ой, рыбки. А здесь показано, как много мусора попадает в океан. И поэтому нужно заботиться об океане и о море, и о земле нашей. А видите, здесь кораллы, да, показано. Если температура хорошая, то они цветут, размножаются, классно. Если температура повышается, они белеют. И потом вообще умирают. Тут огромное количество рыбок Нема. И необычные рыбки такие, прикольные. О, акула плавает. Мы, в общем, идем на выход уже. Все-таки в этом парке, значит, такой необычный парк, потому что много где можно гулять в Испании, да, и теперь никто не прогоняет, ты сидишь. А здесь уже идут женщины за нами, и они уже говорят, пора всем идти домой. Ну все, друзья, 17.30, строго закрывается этот прекрасный парк. Нас выгоняют. Мы кого не видели? Мы фламингов не видели, да? Львов. Да, вот кого действительно мы не успели посмотреть. Как вам, понравился ли парк? Конечно. Да, Маюш, что тебе больше всего понравилось в этом парке? Лора парк. Не знаю, как дельфины грукаются. Дельфины просто нереально что-то делали, да? Машуня, а тебе что больше всего понравилось? Дельфины. Дельфины тоже? Мишка, а тебе что больше всего понравилось? Дельфины? Да. Ну, касатки тоже прикольно. Касатки то, что брызгали круто. Самое такое сложное, это было с попугами, они просто летали. Очень громко, и все на испанском, и еще не все видно. А как лучше сюда приезжать все-таки? Пораньше или как мы нормально? Ну, в принципе, мне кажется, мы довольно нормально, если мы, может быть, дети постарше, что может было, либо с утра приехать и покушать, например, потом гулять. Да, а мы, получается, приехали в 2 часа, где-то в 2.30, да, мы приехали. Здесь очень грамотно сделаны представления, что прямо четко раз-раз-раз мы все представления посмотрели. То есть можно с утра представления посмотреть, а можно вечером. Друзья, вообще идея парка очень понравилась на самом деле, что здесь главная идея была, это забота о животных, что у них животные, они как бы о них заботятся, а о них ухаживают, то есть как бы задумываются, да, то есть очень близкая тема к нам, во-первых, потому что мы тоже не употребляем мясо. Но самый прикол в том, что вот как только мы выходим из парка, то есть мы даже еще не покидаем его зону, и здесь сразу идет вот такая реклама. Брюнелли стейкхаус, американ стайл, то есть, ну, стейкхаус, понятно, что это четко направлено на поедание мяса, хотя там очень красивые были вот в этом как раз месте, где Лора Парк, Animal Embassy, очень красивые были такие плакаты, что с каждым днем человечеству очень сильно население растет, а количество животных, количество лесов сокращается. Подписываемся на канал! Пока! Пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok